Приветствую вас, мои родные, любимые и сердцу, дорогие браты и сестры во Христе, христолюбцы. Всем желаю радости, веселья в Господе, счастья, добра и мира. Ну, естественно, для этого надо что-то делать. Дела любви, дела радости, дела мира, кротости, смирения, упования. Ну что, с утра разминка духовная и языковая. У меня полшестого утра, в пять я проснулся, у меня уже солнышко вовсю светит. Ну, почитаем комментарии. Ответим на всякие вопросы. Такое кратенькое объявление, кто постоянно смотрит рубрику. То есть, тех особенно братьев и сестр, которых я одобряю, вот я не вижу, я уже, по-моему, говорил, еще раз скажу, я вас не вижу, когда вы пишете новые сообщения, так устроен YouTube, у него куча лагов, куча всяких недоделок. И я ваши сообщения тогда, когда я кого пропускаю, казалось бы, хорошо, да, одобрил человека, он уже пишет. Они в автомате появляются сразу под роликами, да, то есть, мне их не надо пропускать, их сразу видят, кто еще смотрит, да, или кому там ответили, допустим. Я вижу, но только новые. Если вы отвечаете уже в диалоге, вот как сейчас, допустим, вот Ярослав ответил там Антону, Антошка, тебе скучно похоже, ты Евангелие задом наперед читаешь, и ролики Димы с конца в начале похоже смотришь, успокойся уже, родной. Вот я эти комментарии, в принципе, могу видеть только в ручном режиме, то есть, докуда-то долистывать вниз, и видеть там, вы переписываетесь с кем-то. Я, конечно, этого не делаю, это вот так сейчас, я просто кое-что шлифую, пытаюсь тоже понять, какую-то выработать систему, но, конечно, читать просто всю переписку, вспоминать, кто там что писал, и увидеть, что, а, так вот же вы, я далеко уже не всех помню, кого я там одобрил, да, вот, а они же появляются, и я их увидеть, если это переписка, могу только вот в дереве каталог, да, то есть, если это пошел диалог, вот Антон, помните, в прошлый раз писал этот, и вот ему Эльза ответила, вот сейчас, Ярослав, да, и я это увидел, лишь просто пролистав, что, оказывается, ему кто-то что-то там ответил потом, после моего этого ролика, да, вот, если хочешь знать больше о Диме, смотри ролики, там на все твои вопросы есть ответы, то есть, это я вот чисто в ручном режиме смотрю, поэтому я сразу предупреждаю, если вы хотите, чтобы я точно не пропустил ваши комментарии, ваш вопрос, и если он как конкретно ко мне, в принципе, относится, или хотите, чтобы я все-таки его хоть как-то или прокомментировал, или просто, вот, может быть, вы, конечно, кому-то отвечаете, но хотите, чтобы я его заметил, то надо писать все-таки отдельно, ну, знаете, как общий комментарий, и все, вот, если вы отвечаете кому-то, то есть, вот, видите, вверху пошло, вот, первый комментарий Антон тогда написал, а потом, видите, большая иконка стоит, а потом пошли, как бы, поменьше такие, вот так, чик-чик-чик, ну, вы поняли, да, как дерево, вот оно идет, вот, уже эти я не вижу у себя вверху, я их вижу вот лишь в контексте, но, естественно, я не буду прокручивать там каждый раз, это я вот сегодня опять посмотрел, а так, конечно, я этим заниматься не буду, там, выискивать что-то, вот, но даже от одобренных, если они свежие все, да, неважно, к какому они ролику, пусть к первому ролику на канале, но они выскакивают все равно в самом начале, вот, в самом верху, как последний, я их могу видеть, никакой функции пока у Ютуба, чтобы можно было вот даже одобренных посмотреть, или все как-то свежие, у них ничего нет этого в кабинете, поэтому я сразу предупреждаю, поэтому это не обязательно, я могу не видеть просто ваших комментариев, особенно, если вы где-то с кем-то в диалоге, но все равно, как бы, мне что-то задаете, или, как бы, ваш комментарий, как вопрос звучит, я его просто не увижу, вот, и все, поэтому, кто хочет, чтобы я их видел, конечно, желательно писать с первой строчки, как говорится, ну, поняли, да, то есть, в первом уровне, ну, это уровни называются, первый, второй, ну, третьего нет, то есть, есть два уровня, комментарий в первом, комментарий первого уровня, и комментарий второго уровня, да, когда они уже пошли в ответ внутри этой папочки, внутри этого комментария, получается, первый комментарий является как папкой, и туда уже все остальные, я их, конечно, не просматриваю, никак понятия их выделить не могу. Да, не одобренные пользователи для комментариев. Даже если вы в диалоге, там они переписываются, начинают или что-то дебатировать, или просто друг другу отвечать. Я их буду видеть, потому что я их одобряю. И как я вам показывал в соседней папке на рассмотрении, я их вижу. Ну вот к тем, кто одобрен, я уже тогда такого не буду. И выискивать я их там в диалогах, конечно же, не буду. Вот. И плюс я, наверное, знаете, вот когда вопросы-ответы, я никаких статей делать не буду. Я буду, наверное, каждое утро отвечать на все, все, что есть. Так будет, наверное, проще всего. Я на субботу просто буду что-то готовить, или сразу что-то, ну, суперинтересное, как раз я буду оставлять на субботу, чтобы хоть трансляцию с чего-то начать. Трансляция мне хочет, чтобы была достаточно живая, но что-то надо сказать вначале, да, там хоть 10-15-20 минут. И что будет интересно, я буду сразу откладывать на субботу. А основную массу я буду, наверное, каждый день вот так вот с утра в виде разминочки что-то просматривать и отвечать. Всем поэтому рекомендую. Я не знаю, чего прятаться-то. Вы знаете, я публично никого там не поносить, ничего не буду, но я вот прям с экрана буду зачитывать. Мне самому будет легче. Будет видно, какому это ролику, комментарий. Будет понятно. Поэтому это ваше дело. Хотите прячьтесь, хотите нет, тогда. Я говорю, кому-то уроком будет, тогда не пишите мне вообще, если вы боитесь всего. Если вы читаете комментарии, понятно, что я его могу. Вы пишите публично, значит, я их публично буду цитировать. Думайте, что пишете. Вот и все. Вот так я пока попробую сегодня. Может быть, дальше буду делать. Вот. Поэтому, что хорошее, что плохое, думайте, что пишете. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И за всю боль, которую ты причинил человеку, и за все добро, которое ты ему сделал, получишь награду. Вот так вот. Так. И не думайте, что я на вас хочу один негатив выливать, но вот именно, мне в тщеславие вечно обвиняют, там у меня как раз нет желания вот панигирийный панигирийный комментарий зачитывать. Это лично как раз для меня. Это не для тщеславия, а для поддержки, для вдохновения. И более того, я просто надеюсь, что это от чистого сердца, когда ты видишь человека, тебе хочется сделать комплимент, какой он красивый. Если он сказал умную вещь, и тебе дал умный совет, ты говоришь, какой он умный, какой он мудрый. Вот. Если ты благодаришь человека, это естественно. Вот и все. А зачитывать как раз у меня нет никакого желания. Вот. Поэтому я вам просто показываю внутреннюю сторону жизни. В частности, блогера, христианина, проповедника. Вот. Возможно, это разделение чаши. Да? Вы же со мной. Я вам открылся, вам все показываю. Вы со мной спиваете эту чашу скорбей. Вот именно. Помогая, вдохновляя, поддерживая меня в этом плане. Да? Не потому, что я не прав, и вы меня поддержите. Нет. Если я даже ответил, а вы все равно не согласны. Тот, кто, может быть, писал, или даже с кем мы являемся, братьями и сестрами. Кто знает, я критику конструктивную, спокойно. Я даже, сейчас мы увидим, что я и говорю, и злобные комментарии, и даже клевещущие, и злословище меня пропускаю. Один, два, три раза. Просто, конечно, человек начинает уже бесноваться. Вы видели, начинает меня одолевать просто, или жало впиваться. Это все. Ладно, раз, два, три, я не против. Но когда человек просто уже в тебя впился, и сосет из тебя кровь, так жить невозможно. Вот. Поэтому как раз я с вами делюсь, и я говорю, кому-то для научения сам себя позорит. Буду все это зачитывать. А вы со мной разделяете бремена. Вот и все. Поэтому. Поэтому я не то, что там, да, буду один негатив. Вот. Буду вот так вот. Так. Я, правда, вот единственное, я же буду, как бы, может быть, вот так, такой формат, и он будет, видите, я буду думать. Я буду читать. Потому что я не помню. Я вот смотрю, я буду не все читать. Вот. И я их, как бы, их невозможно не пометить. Знаете, какие тебе понравились. Пока ничего такого нет в Ютубе. И вот, получается, я сейчас... Я, конечно, с ними знаком. И почему я говорю, когда я не буду затягивать, я буду каждое утро читать. Ну и то. Днем-то пишут. Ну, днем-то его раз прочитал. Особенность ты его пропускаешь. Получается, сейчас, когда я буду читать, я буду еще раз вчитываться, вдумывать. Вот. Так что, вот так вот. Так вот будет немножко молчаливый формат. Будет с длинными паузами. Потому что я буду смотреть, читать. Ну, кому понравится этот формат, кому интересно моя жизнь и вот эти вот все вещи. Потому что здесь тоже будем получать назидание. Я же буду отвечать на живые вопросы живых людей, хоть они и за аватарками. Нравится твоё рассуждение. Слушаю постоянно. Независимость твоя прельщает. Видите, меня в прелести обвиняют. Человек моя независимость прельщает. А независимость меня прельстила. Это слово не такое плохое. Я был тоже пленен, прельщен независимостью и свободы Иисуса. Храбростью, смелостью, любовью. Всеми этими прекрасными божьими свойствами, которые явились во плоти. Этими прекрасными свойствами божьего естества и свобода, и независимость. Одна из них. Я тоже в своё время прелестился. Так что... Так что это хорошо. Говорящая голова повеселил. Опять он говорит. А правда, что на Новом Ковчеге не было среди зверей кота? Не знаю. Впервые слышу. О Жене Девятьярове наш ролик. Ничего конкретного. Разговор ни о чём. Нудно слушать. Ну, всем не уходишь. Ему отвечает Ирина. Всё, соответственно, теме ролика было сказано конкретно. На что ещё нужно? Перемывать косточки? Не судите ни о ком, никак. Да, я сказал, что я публично не собираюсь никого. И в частности, речь о Жене. Его я топить в луже. Грязи не собираюсь. По поводу захоронения сёстры писали. Да ладно, это тоже моё рассуждение. Я вообще, я почему особо не хочу эту тему развивать? Так. Так, так, так. Да, прежде что-то выдавать, лучше обождать, обдумать, дать созреть, не торопиться, импульсивно выдавать то, что вдруг появилось в мыслях, в сердце и исправлять друг друга, конечно, нужно в духе любви без злобы. Ну, по поводу того, как я, да, откровения, это понятно, у каждого своя. Ну, есть психика, есть качество души, да, темперамент. Это всё тоже личное. Ну, конечно, каждый должен по себе действовать. И всё-таки у нас есть ум в сердце, дух Адам, который всем руководит. Это надо даже не забывать. Вот, не всё, что в твоей природе. Может быть, хорошо, надо что-то немножко шлифовать в лучшую сторону. Вот, а по поводу исправлять друг друга, конечно, нужно, но в духе любви без злобы. Ну, это естественно. Но я говорю, одно дело ещё исправлять. А хочешь ли, считай, как ты будешь исправлять, если человек не считает это ошибкой? Вот, как я говорил, что взяли, что я должен, почему я должен улыбаться на два сантиметра меньше, свою улыбку растягивать? Кто ты, как ты мне это докажешь? Я ничего, что значит исправлять? А за меня тыкали за всё. За всё меня тычут. С самого начала. Да и вас всех тычут. Это каждый на себя проходит. Порой даже таких родственников. С чаем появишься в записи, в свободной такой, помню. Ты что, с кружкой чая проповедуешь? Да я человек. Да, у меня есть чай, у меня есть кружка, я могу точно так же и с тобой. Если бы ты ко мне пришёл, я бы приготовил тебе чай. Мы бы вместе, представляешь бы, пия чай, выпивая чай. Сидели бы, а боги бы говорили, потому что я говорю в основном о религии, да? Как это, или о религиях, или об истине. Религия не есть истина, религия есть ложь. Вот, поэтому я говорю, за всё готовы затыкать. Не такая рубашка, не такая майка, не такая борода или лысина. Всё не так у человека. Поэтому, что значит тоже исправлять? Надо не забывать. Одно дело, есть грех, как с этими татуировками. Где? Ты докажи сначала, что это грех. Ты не можешь этого доказать. А потом будешь уже тыкать человек. Поэтому, что значит исправлять-то? Мы всех готовы исправить под своей палкой. Свою придумали, знаете, как в Германии, говорят, все огурчики у них там вот. Шаблончики есть и меряют. что они отходят. Вот все должны быть прямо ровные огурчики. Господи, помилуй. Мир станет чёрно-белым. Елена пишет, драгоценный Дмитрий, не тратьте время на такое, не отвлекайтесь, благословите. расскажите о Господе лучше, с любовью благословенной вы наш. Вот я хотел тогда, когда о Жене-то говорил, ну, ролик о Жене, и о себе там говорил, я как бы мысль, может, тоже, не знаю, донёс, не донёс, там ещё сосед пришёл. Вы попроповедуйте пару лет. Вы знаете, может тоже пропасть желание даже Евангелия. Ну, одно дело, самому там почитать. А многие читают ли Евангелие? Да никто не читает. Попробуй попроповедуй по нему. Это кажется всё просто со стороны. Попробуй попроповедуй 10 лет. Хочется о чём-то другом иногда поговорить, да? Это отчасти расслабление. Но я согласен с Еленой в том, что вот вопросы-ответы, и почему я баню людей. Вот вы два ролика послушали, 10-11 выпуск. Вот я отвечал на вопросы, на эту жало просто, да, это просто вцепление в меня Антона Новикова. И это только он один. И ещё, кстати, он на беседах не забанен, и сейчас там начнёт писать. Я заранее-то не буду банить. Как начнёт, так и уже ничего вам читать не буду. Он там мне тоже писал, там он тоже был забанен этими ссылками на всех этих профессоров, там всё. Сейчас там сыпать начнёт. Ну, или вот пока не сыпет, какой день. Думает, наверное. Сыпать, не сыпать. Последний канал остался из трёх. Он не забанен. Пусть подумает, что он хочет писать. Опять этим барахлом меня забрасывает. Да пусть забрасывает. Я говорю, завтра в банк полетишь. Мне всё неинтересно. Вот. О чём мы поговорили? Вот заметьте, мы о любви поговорили к ближнему? Нет. Бог есть любовь. Основное учение это любовь человека к человеку. Да, два ролика, ни слова о любви. Именно поэтому я это делаю. Поэтому я согласен с Еленой, что я вот показать нужно чуть-чуть. Вы помните, Иисусу приходилось испорить с иудеями. Он ходил по городам, он ходил, благословил Евангелие, но до него допытывались, приступали. Я представляю, как его обступали, начинали орать. Из Библии всё, и это нам расскажи, и это, а вот там, а вот там. Как сатана, заметьте, во все стороны тебя рвут. Лишь бы от любви тебя оторвать, от первой любви. Вспомни первую любовь твою в книге Откровений. Господь говорит с первого, начинает своего послания первой церкви. Да, вот тебя будут драть во все вопросы на свете. Будешь разбираться с этими лжебреданиями. Всё что угодно. Вы никогда с этим человеком не будете говорить о любви к человеку. Никогда его это просто не интересует. Его люди не интересуют. Их интересует Библия, Бог, его природа, его сущность, его могущество. Они будут во всем ковыряться. Его прославление. Они никогда не будут говорить о человеке. Они не видят вокруг себя людей, больных, нуждающихся. Ничего они не видят. Их сердца ожесточены, шеи закаменели. или зажелезнели, как это сказать-то. Поэтому я это и делаю. Именно поэтому, да. Но приходится это делать. Посмотрите на Иисуса, посмотрите на Евангелие. Есть и то, и то, и то. Всё надо делать. Ответить надо. Поэтому это не трата времени. Да, трата времени. Если ты в это уклонишься вообще, они тебя начнут, эти верующие бесы воплоти, сжалить. Как Павел говорил, Бог их не уберёт, они будут. Их будет достаточно. Завтра, занесли, другой придёт. Сколько он ещё амнистированных сейчас активируется. Новый будет появляться. Они никуда не уйдут. Я от всех их не избавляюсь. Господь, жало вплоть нужно каждому. Вот. Ну, действительно, я вам показал, что может просто с ума сойти. Мне моё здоровье тоже важно. Иисус от них также уходил и уклонялся. Поспорит, отойдёт. И ученики делали то же самое. Поэтому всё, конечно, в меру. И я буду рад, если вы будете как-то за мной следить. Где-то мне корректировать. Но это не целиком трата времени, я так скажу. То есть нужна золотая середина. Нужно всё это и показывать, и отвечать. Но главное не забывать о любви. Поэтому я лично окружаю любыми картинками, изображениями, читаю. Обязательно отпривать в любви. Творить добрые дела, чтобы не забывать о любви никогда. так. 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 все вова правильно дима ты живешь своими интересами огородника я живу своими интересами таксисты кашляк в этом грешном мире живет своими интересами чего толку мозг засирать ненужной инфой я так понимаю дмитрий говорит а там вот именно об этой землях там еще что да вы знаете ты можно на разные вопросы порассуждать вот можно даже порассуждать конечно же и высказать свою точку зрения на мироздание на какое-то ты можно все так все действительно должно быть с любовью и в простоте и если это субъективное мнение а каждый понимает во мнении субъективно или объективно то же субъективное мнение которое нельзя проверить ну нельзя в библии написано что земли что от четырех краев земли от четырех углов земли ангелов господь пошлет ну значит земля квадратная скоро появится квадрата земельщики это неважно и действует может быть она квадратная сейчас посмеетесь и я с вами посмеюсь на написано от четырех углов написано значит у нее есть четыре угла значит а кто знает четыре угла есть только у квадрата ну что мы будем да это невозможно выйти за грани увидеть этого я не помню вот я уже ведь я тоже смотрю заранее не помню читал этот вопрос нет только что человек или сейчас все будет это вопрос ну ладно еще по листам сейчас он будет спрашивать про эту землю скажите пожалуйста теперь иисуса христа называть только эмануэль а после вид я после видео евгений просто в замешательстве я сегодня постараюсь записать ролик по евангелию на тему имя бога пришедшего во плоти вы его на канале христолюб должны будете увидеть дима молодец ты простой парень доброта притягивает доброт добро так держать ну меня притягивал в и сути в иисусе божественные свойства доброта одно из них а я стараюсь ему уподобляться во всем может у меня не получается но я стараюсь быть независимым добрым и всеми прочими свойствами божественных себе раскрывать какое счастье что я не пошли не прошла мимо зены и попал на твой живой канал может быть много пафоса в моих словах но благодарю бога за тебя за твое сердце который так откликнулась на слово божье твоя молодость живое общение доброе чувство юмора самое главное любовь сердце к ближнему чувствуется во всем это как какой надо получить личное откровение чтобы оставить все и пойти за ну и там что-то там не дописано по поводу дзена мне друг из мира мы общаемся до сих пор мы больше десяти лет знакомые но он грешник как это у нас да мы называем вот вот но мне он знает мою деятельность мы общаемся дружим все равно я никого из мира не оставлю господь был друг мытарем и грешником чё я могу они мою отношение ко всему знают и к его даже грехам есть в соответствии как бы ну не к его грехе которых он живет конечно он знает вот ну я при этом общаюсь а что я могу сделать тем более он внешний не собирается пока быть христианином вот канал он мой там может какой-нибудь ролик посмотреть и он мне посоветовал на за не выкладываться ну я чё там я вернее видел уже я видел рекламу дзена статьи хотя это не мой формат но когда он прислала что ты еще раз или чит статью какой-то прислал но о дзене о том что публиковаться вот я стал то немножко стал забрасывать потом опять ну вот дает пользу и я рад что мы находимся и что мы можем так друг другу доставлять счастье и радость вот но по поводу того как я все оставил и личное откровение я рассказывал так и сейчас я никак может сегодня доберусь может завтра надо второй третий ролик моем покаянии после покаяния записать ну так и вот был у меня я об этом говорил верну хочу еще записать кто чтоб там не ковырялся там обычно это было по случайности с кем-то беседах ну у меня есть же плейлисты себе посмотрите там я как бы все что я себе так говорил происходит немножко по полочкам рассказать димочка ты положил на лопатки своего оппонента как всегда очень ловко страшное дело происходит в рпц даже в монашестве однополый секс процветает серебролюбие пьянство наркомания гундяев слуга страны по всей россии случаи изнасилования педофилии именно сотрудниками рпц на голове у дьявола два рога один католики 2 рпц и пишет еще человека как же протестанты не третий рога ищешь ссор среди монашества безумица да и все это рога сатаны вот а по поводу я помните вам фото хотел показать вот оно я чуть вспомнил о нем брать сестры сбросили читать евангелие от фотографии ты же видно да тут такой фотошопом не сделаешь читать евангелие это объявление на двери висит в монастыре без благословения настоятеля читать евангелие игумена хризустома запрещено три вкладывать на знака достаточно этого объявления чтобы понять что ортодоксия это религия сатаны запрещено читать евангелие это религия сатаны все неважно что у них в капище лежит это посреди их именно синодальной перекажется настоящий евангелие только она закрыта кто знает не даже книжки выпускают в этих окладах такие на замочках они всегда и открыть может только жрец это эти эти печати снять вот это вот вот свидетельство того что это монастырь нет это сборище сатанинск это капище мне когда вот ругаются да вот на меня что я назову а как это назвать то помнить как сатана вместо хлеба с небес камни господу говорил сделай камни никогда хлебом не станут вот те гербули которые они свои посты подсовывают это не хлеб шайший с небес хлеб шайший с небес в евангелии именно этим хлебом будет жить человек они камнями которые его служители ангелы сатаны его виде светлых ангелов и иреев и архиереев подсовывают свои бедные посты так что вот так вот одного такого объявления достаточно чтобы на этом монастыре перевернутый крест какую христов влепить представляете безумие безумие это а чем можно говорить то это что клевета да вот фотографии с вашего монастыря но пусть я не сам единственно сделал не могу ручаться можно просто подумать что это я мог найти кто-нибудь мог напечатать повесить на двери типа ну я сколько такого в интернете да и сам я много видел я просто много кто-то я рассказывал поначалу сейчас просто бросил все это рассказывать вот и все не хочу даже это трогать так вот игорь игорев почему я и называют даже вот эти вот ники и как я говорю я никого не позорю публично не поношу вот игорь игорев сам пишет ставлю в курс мое имя игорь но не вячеславович то есть он написать написал игорь игорев но после моих роликов пишет что он не вячеславович почему я говорю этот антон новиков я даже не знаю антон лет новиков или нет да написать можно дядя стёпа регистрации делают просто отобум они же все прячутся боятся трех шестерок там всего на свете а тем более ортодокс у меня сразу мысля что это все не настоящее не антон нет поэтому я просто называл как есть вот с экрана так и позорить вас я не буду не клеветать ничего я буду вот зачитать комментарий почему игру в принципе вот я открываю вот ваши аватар очки я просто не пойму если вы прячетесь какие мы христиане тогда если вы стесняетесь чего вы пишете я вот этого тоже на это ваше тело конечно и вот не все далеко тут братья сестры даже которых я в теории как-то знаю по переписке может быть даже в ютубе там открыт кэш ваше дело вот но просто я почему объясняю за себя допустим я считаю что человек не должен никуда прятаться вообще там все равно ты разденешься вот это вот снять придется все там станет явно кого бояться кого стыдиться своего исповедания или чего когда иисус пришел в мир то его гнала законная государственная церковь так и есть а ее служители думали что служит богу убили иисуса так и есть и иисус наш господь и бог предрек что так и будет со всеми его последователями вот хорошенький комментарий который я вчера пропустил иван иванов пишет переходим на канал ивана иванова чё мы видим ничего я много раз это показывал и будут показывать ничего кто это такой ну что это не горит ты ты там не нет это я юродствую когда я там из себя злобного буку струю мне вообще это никак не напрягает это может быть язычник грешник тролль как это говорят больной человек я красна это просто вот того человек он тоже может больной но это видит это жало просто вплоть реально вот кровопийцы просто которые впиваются и я не поход получают от этого просто удовольствие я вот не буду человеку мозг выносить уже реально в меня впивается вы же видели а так вот комментарии а такие пропускают и тщеславный только панигирики тебе поют да да у меня грязи на канале не меньше чем у любого другого ролик татуировкам думаешь дело в наколках обычный пустозвон много говоришь о библии а сам пустозвон а христа в кавычках он ставит твоего скоро увидишь вот как понимать но про пустозвон ладно христа моего скоро увидишь на чем намекает он не угрожает да я расцелую тебя если ты меня к нему отправишь моя жизнь христос а смерть приобретения у меня это написано на шапке канала ты не только доброе дело сделаешь или о чем ты вообще пишешь то такой вот ты получаешь вот с утра с утра разминка кстати я уж а тот как-то получилось сестра что раньше писал я ли пропустил а это с христолюба там как раз по моему к последние руки там комментарии христолюб за понуждать спасибо я там писал она вот что как бы не получается тебя слушаю по три-четыре ролика надо было там оба ну ладно ну да 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 сестра написала что я там сказал что читать не раз говорил она какой-то ролик по-моему прошла это прошлогодний пом ролика и чтение евангелия там горел чего вы меня слушать в евангелие хоть сегодня почитали вы смотрите мой ролик да действительно так всем вы будете сверять с чем мои слова если вы евангелие не знаете если вы не плавать если вы не помните контекст по идее когда они вырывают стихи все эти горе проповедники мы должны сразу вспомнить где это происходило что это действительно это очень важно это элементарно может господь запечатлеть на вашем уме если вы будете просто понуждать себя к элементарному чтению евангелия вот и все почему и надо очень осторожно с ветхозаветными ссылками то пугать людей делать и себя умника там вспоминать когда люди вообще не понимают откуда это евангелие не знает новый завет писания послания апостолов не знает там ни контекстов ничего а уж из ветхозавета его люди вообще никогда в жизни читали если там раз сто лет первый раз прочитал бы я как раз прочитал что там у меня каша было вот и так это все просто кто картинки то то совсем я просто вспомнил что сестра тут вопрос задала хороший в тему совсем забыла что чтение это тренировка духовных мышц правда пробовала так раза три сначала прочитать в оригинале по луке по и она а потом тебя послушать любопытно было сама порассуждала пропиталась а потом ты добавил красок для полноты восприятия твой ролик как раз меня понудили на чтение луки кроме полной книги откровений на один тот раз я евангелие прочитала дальше конечно отчитать глубже вникать в суть в подробности в детали я так поняла что писание открывается для человека по мере возрастания духовности да еще надо выбирать для бога лучшее время они когда надо спать или куда-то бежать да дело не для бога для себя мы выбираем это время мне это нужно не богу я пойду в ад или в рай бог то благ никто не благ только один бог богу ничего от нас не надо это мне нужно чтобы обрести счастье и блаженство суета сует засосал этот мир по себе зная заботы бытовые никогда не кончится я одна с двумя маленькими детьми только с божьей помощью еще держусь на плаву я помню протестанты в собрании нам советовали вставить вставить рано утром и где-то час-два молиться молитва чтение евангелия посвящать общению с богом пока с утра голова свежая заряжаться таким образом на весь день но это дело не в протестантах это любой человек вам скажет конечно с утра встал едешь в маршрутке в метро на работу в машине да хотя бы аудио послушай сейчас вообще благодатное время я много раз об этом говорил и буду говорить конечно же с утра чем-то голову свою напитаешь так и будет это любой человек знает кто опытом просто это попробовал а вечером уже не до чего хотя я конечно тоже но я вообще этим сутками занимался и раньше занимался сейчас тем более занимаюсь я конечно и вечером готовлюсь я его сутками читаю всем этим занимаясь это моя жизнь но конечно в идеале тоже начинать с утра все-таки а там как пойдет дальше послушала автодоксов там тоже утро вечер молитвенное правило чтение евангелия правда только стоя и не сидя и ни в коем случае не лежа димочка ты как считаешь лежа читать евангелие это не грех дима мне нравится держать с тобой обратную связь рубрика ответ на вопросы просто бомба за рубрику если игра на кому-то будет помогать я ее только с этой целью делаю тоже для назидания для общения вот а читать евангелие лежа это абсолютно не грех когда мы не раз даже особенно на востоке упомнить как они возлежали не это было евангелие иисус им благовествовал и учил их они возлежали к этому пришли возлежали к тому пришли возлежали вот до делал даже сейчас не в писании ну что букваестом занимаемся любого от нас ничего не надо да если ты целый день работаешь вот я на стройке есть если мы день плюхнемся коттедж строим или большая стройка до плюхнулся где-то отдыхать и весь день на ногах тебя обед час полчаса ты уже поел полца отдыхаешь я лежу и слушаю читаю понятие лежа тоже во первых человек который весь день на работе а когда он еще будет читать еще стоя евангелие будет читать да это только может как господь прыгал правильных в какой-то законник на вас натянуть бремена неудобоносимый кто меня слышал на туалете можете читать лучше почитать мне тоже некогда там у меня жена дети одна комната муж трое детей я у тебя туалет есть ты ходишь туда хотя бы там да лучше там чем вообще не прочитать как-то я смотрел сейчас посмеетесь или кто-то может как любит у проповедника вырезать вот этот метод от его библия называют туалетной бумаги назвал в наше время без евангелия это туалетная бумага в осуждение человеку вырвать евангелие из нового завета вы посмотрите тот музей антихриста которым я которую построили в вашингтоне 44 тысяч квадратных метров место иисусу не нашлось да вы кому будете это только дураку можно втирать в голову и по поводу этого я не смеюсь посмотрите на была передача как-то одна из выживших но они уже все конечно помирают все старенькие одна была еврейка и я не помню какому каналу российский канал нтв что ли лишь не помню было опять 40 минут 45 минут на пол передачи где-то особи боре она с двумя девчонками типа ездила туда соби бора дополн не ансвенцем особи бор и вот он там все рассказывал о я вообще слушал я мисок на всех не хватало в одну миску у кого было потому что если нет миски нету супа но суп это вода обычная там где две картошины на целый лагерь не все и трава с огорода даже не капуста нету миски нету этого тоже куда ты в руки там кипяток одна миска ты с ней живешь ты с собой носишь под рукой где угодно ставишь в эту миску они гадили и из нее ели туалеты ну как вот в кого-то знаете уличные туалеты тоже были на всех конечно не хватало а на туалет давали там пять десять пятнадцать минут есть на весь лагерь вот потрачут в этом месте и это просто месяц и травинки не было просто месиво из грязи они в этот туалет я если вспомнил бы я я может даже я попробую в ю тубе где-то забить я и сразу увижу я думаю по какому значку если он без авторских прав можно я про ссылку в описании дам посмотрите с кому интересно хорош передачи я вам вкратце расскажу кому интересно вот я на и вот вуза дудели в туалет наград естественно все набиться не могут в туалет гид хотя в него лучше вообще не заходить то можно умереть от мяк от этого ничего там но странно потому что если ты около туалета сделаешь тебя застрелят тут же и ты садишься в свою миску это делаешь причем по большому помыть это негде никто тебе не даст это помыть зачастую с этой миской через час ты идешь в эту очередь и этого чана там наливают из этой миски ты ешь и вы знаете они ели она жива чтобы так благодаря тому что она ела из миски в которую гадила я специально это рассказал что никто не удивлялся если у тебя нету времени как ты гришь вообще уж лучше хоть на туалете ты на туалете бываешь уж каждый ходит на не можете не запретить не не женат или там еще лучше штампа читать чем вообще не почитай как говорили ортодоксальные как они за цветы лучше грязный хлеб у нее даже есть такая притча ли там в патрике но все это обычная сельская мудрость вот именно я ничего великого не говорю лучше хлеб нечистый какой собрал урожай пусть там кривые огурчики маленькие но лучше зимой что-то есть чем голодать маленькая картошечка с гнильцой с твердой кожуркой лучше плохая еда чем вообще никакая ты что помрешь поэтому вот эти глупости все да и вообще не вижу ничего в том что ты стал перед иконами и читаешь тип это какой-то благоговение да я разве стою перед своей женой целыми днями перед родителями детьми все это придумали вот эту набор вот это вот искусственную благоговейность все что не связано с жизнью это никак не связано с жизнью абсолютно когда мы любим друг друга мы в свободе друг с другом посмотрите на любую семью посмотрите на господа насколько он кроток смирен сердце ведь это бог это его природа значит отец небесный который никто никогда правда не увидит в концовке все равно и никто никогда его не видел это он и есть он кроток и смирен сердце ничего на все не требовал сам служил и все этот придумали ему не нужны твои стояния он никого от этого не требовал он не требовал умывать все ноги чтобы ему служили он сам служит перед евангелием этот перед бумажкой трясутся вот так все как будто благоговение какое-то это материя павел грым не делайтесь рабами не человеков не немощных вещественных начал мира которыми ты они для тебя ты господины субботы все в мире создано для тебя человек ты последним сотворен не потому что ты самый плохой а потому что самый хороший ты царь над всем бог тебе не в грязь вкинул на первый день бог шесть дней до тебя мироздание творил все для тебя в этом мире тебе евангелие прочитать тебе за это не похвалы не будет ничего хорошего ты от этого не получишь ты получишь хорошие столько ты его исполнишь ты его читаешь чтобы понять что тебе как тебе жить завтра потому что человек это его жизнь это его дела они как протестанты придумали это моя вера недорого но это твои дела веры от ничего ток точка отсчета вот так вот но вот этот как раз мы вопросы и закрыли с этим поэтому вот эти вот ужасные картиночки куда ешь ее закрыл ну ладно конечно про монастырь предпочтение евангелия беда вот так вот ответь пожалуйста брат если такой александр так синицкий который снял ролик о евгении если ты знаешь о ком я то скажи свое мнение синицкий христианин или нет как по мне он искренне любящий господа и понимает о чем он говорит девятьяру у меня дед космонавт был и он был в космосе видел нашу планету и я верю в это и я верю в это больше чем девятьяру он все время говорит о всемирном заговоре плоской земле и что все люди все людство обманывает какое-то определенное количество избранных людей он евгений вроде так сильно проповед евангелий но когда доходит дело до его фантазии откровения то мне становится страшно и я начинаю сомневаться что он здоров психически если он настолько верит в то что мой дедушка видел своими глазами а он евгений нет но при этом называет всех безумцами обманутыми то я вообще сомневаюсь когда он говорит про библию то вроде бы здравый но так когда он говорит про библию то вроде бы здравый но когда свое мировоззрение и причем так дерзко наставит на своей правильной точке зрения на то что сам не видел и не знает в общем очень двоякие чувства к нему я не считаю что когда монахи уходят от социума посвящать всю жизнь свою жизнь на познание господа да еще и в различных лишениях и страданиях неправильно только господь может дать силы быть счастливее множество тех которые не имеют никаких лишений здоровому и в комфорте с женой гораздо легче любить бога и радость их уходит и радость их уходит от них очень быстро при малейшем лишении по поводу жене сколько мне еще отвечать я все в этом ролике причем человек пишет комментарии к этому ролику я все сказал мое личное отношение к нему по поводу всех тем я если бы меня это интересовало я бы говорил об этом мне это не интересует на моих каналах нет ничего не округлой плоской квадратной земли ромбической бастионы мне это неинтересно я об этом сказал что та земля которыми под ногами мне достаточно знать что в ней вот в небо разобраться да как бы из нее помидорчик вырастить и прочих вещей все что меня интересует вы будете видеть кому интересно то что я говорю полезно назидательно доставляет радость смотрите я можно задавать вопросы но да пока мне я уже ответил эти вопросы не интересует у меня тоже есть мировоззрение в принципе я его иногда излагаю может быть вот в последовательном чтении евангелия сейчас будем ветхий за это читать я там тоже там пошире у нас будет кругозор конечно евангелие суть его понятно люби ближнего вот и человек не раз уже употребил слово любовь к богу а кто знает как я к этому отношусь иисус никогда не учил и не давал заповедь любить бога иисус никогда не учил и не давал заповедь любить себя поэтому это все он так любит бога что синицкие что монахи да пусть любит сколько угодно сейчас я кстати не к синицкому для вообще ко всем любящим бога любовь богу наш выражается в любви к ближнему скажите мне пожалуйста монах вот он сказал что синицкий любит бога а какой он дал критерий если пока не в сторону синицкого на примере он же произнес эту фамилию а монахи которые уходят они как и познают бога скажите мне пожалуйста бог есть любовь как ты будешь опознавать в пустыне любить его целыми днями ему не надо ничего даже к иисусу любовь выражали делами приглашали на ужин умывали руки ноги голову служили ему написано кормили поили как ты будешь выражать свою любовь богу как никак никак ты никого вообще не любишь ни бога не ближним потому что бога можно любить если хотя бы он во плоти был туда ты ему будешь что закидывать камни как во всех древних мифов или ты будешь как в язычестве иудаизме животных зарезать хлебушек сжигать и прочие крупы как ты будешь служить богу объясните мне в новом завете дураку как служить богу вот я христианин ученик и последовательный сус он мне никак не учил любить бога он не дал нет и заповеди не делает и заповеди до ветхом завете в противовес язычеству точно такой же языческий иудейский культ сам господь через моисей дал народу просто обезумевшему просто обезумевшему языческому точно такому же народу под названием евреи израилю так называемым все то же самое абсолютно господь почему там не татуровки осуждал а сказал не делайте себя наколок по мертвецам и по этим по духам другим я твой господь а можно прочитать еще и наоборот а по мне можешь даже сделать чтобы я был твоим богом я господь бог твой он там а в другом ты сын мой идеальные места как ты будешь любовь богу это все любовь к богу любовь богу где тебе иисус говорил любить бога цитирует его ответ фарисею законе кто спрашивал какая заповедь в законе причем этот это слова мысей просто общая фраза как я люблю бежнева что-то для него сделал любить это глагол любить значит что-то сделать то общая фраза это как бы запыть но есть дела заповеди накорми на по и повесели человека поддержи человека он любит бога как-то определил ты никак не сказал никак мне кажется он искренне любит бога а в чем его проявляется увидеть искренне любящего бога человека можно только в искренней любви этого человека к людям его окружающим причем делами добрыми словами нежными ласками поддерживающими учительствующими благовествующие язычникам и грешникам вот ты можешь увидеть человека в добрых делах к людям рублем помочь а ты как определяешь а монах который ушел в пустыню чтобы любить бога или познавать его да как-то написал уходит социум посвящает всю свою жизнь на познание господа что это значит опять общие фразы познать бога кто любит и он богослуга тот познал бога потому что бог есть любовь познать значит соединиться с ним значит раскрыть всех бога иисус целыми днями днями иди и и ночами только что дел проявлял свою любовь к людям в делах в добрых делах люди они им говорили посмотрите все хорошо делает и перечисляют и храм их делает ходящими слепых зрячими и бесноватых здоровыми кормит поэт одевает бурю укращает когда грозит смерти и учеников я не вижу ничего доброго в монашестве в ухождении в познание бога в пустыне ничего я в этом не вижу апостол павел вот в ответ на это что только господь может дать силы быть счастливее множество тех которые не имеют никаких лишений здоровому и в комфорте женой гораздо легче любить бога легче любить бога нездоровому и в комфорте с женой а тому кто ничего не делает вот им очень легко любить бога они целыми днями любят бога и покупают себе золотые унитазы вот этим очень легко любить бога они важны в семье ты лимонах павел вот таким вот ответил если я имею все дары говорю на всех языках даже на ангельских и всех человеческих имею все откровения все пророчества тело мое отдаю на сожжение прежде раздав все имение неизвестно кому в капище отнес пастырем продал квартиру и отдал тело мой сжег как буддист для своего собственного счастья для просвещения для познания при движении к богу мне нет никакой пользы никакой тело смерти я сжег потерял и там пустышка казалось знаете как фокусник хоп-хоп розочку поджигает и нет ее ничего в тебе нету ничего божественного доброго ты просто невидимка господь сказал выбросьте такого лукавого ленивого раба которым я дал таланты или мину я ничего не сделали выбросьте во тьму внешнюю их фрон не видно это воздух это камни на дороге мимо которых ты ходишь и те что есть и ничто нет или вот воздух просто пустой человек пискать папа крылову который всю жизнь в пещере просидел ничего в этом человеке нету я вот всегда объясняю свою позицию я не просто клевещу не кругу все плохо монахи все плохи да нет я не знаю я говорю что само по себе монаш тут этот принцип и человек сам описал я отвечаю на конкретные мысли для познания бога бог есть любовь а потому познавший его кто любит и я даже словами просто евангельскими отвечая богослов пишет кто любит тот познал бога все его послание первое на это на познание на соединение на пребывание в боге во свете пребывающий в любви в боге пребывает и бог в нем как ты будешь в пещере подвязаться и в любви к человеку кстати да я это кто-то сколько раз официально заявлял потому что исследовав вопрос вы никогда больше после евангелий ни в одном послании не найдете заповедь учеников последующим ученикам любить бога никогда и боль того вы не найдете дел какими можно его любить кроме любви к ближним об этом все послания переполнены добрыми делами к людям кто любит тот познал бога любит не бога ближнего там и он богослов только об этом говорит просто там конкретно это слово проглочено вот и все то что он горит я как-то лишь я люблю бога а брат своего ненавидишь это там дальше мы сейчас не будем с вами целиком первое послание читать я думаю да у меня на канале этого добра евангельского полным полно но так напоминаю все это а в общем не раз это говорил исследовав этот вопрос никогда если это было первое западе любую богу всем сердцем всем побышлением всем крепостью почему ученики иисуса забыли об этом почему нигде они не начинают с этого свое послание так они ученики или они были двоечниками или они отличниками были отличниками они не двоечниками были очень странно что иисус сам никогда не вспомнил об это запад только тогда когда его искушали законники книжники и фарисеи какая Трайна и большая или первая заповедь в законе. В законе. Почему-то Иисус никогда не учил любить Бога. Никогда. Ни Бога, ни себя. И как печатью формулу поставил на прощальном ужине, после чего написано, они встали и вышли. Говорит, если вы любите меня, вернее, перед этим он говорил, сначала учил, соблюдите мои заповеди, а я не учил вас любить Бога. И говорит, потому узнают. Единственный раз он сказал такую печать, формулу печать. Потому узнает, что я люблю Отца. Потому что не по совести живу. Потому что творю Его волю. А воля Его для нас заповедь. Ян Богослов сказал, чтобы мы веровали в Иисуса Христа, а не наоборот, веровали или уповали. То есть вера, упование, это одни и те же слова. На человека и любили Бога. Нет, чтобы мы веровали, то есть уповали на Иисуса и на будущее воздаяние. И любили друг друга. Причем, как Он возлюбил нас. И кто соблюдает, Он уже говорит. А заповедь Его, говорит, одна. Но кто их соблюдает, говорит, эти две заповеди, в том пребывает Бог, и Он, и Бог в нем. Все. Неужели это так сложно понять? Неужели Евангелие Иисуса Христа о любви человека к человеку, ибо Бог есть любовь? Поэтому все мироздание должно просто пребывать в любви. Так тяжело понять. Неужели это так тяжело вместить, хотя это наша природа. оказывается, что очень-очень тяжело. На этой ноте о любви мы и с вами закончим. Размялись немножечко. Все мои контакты у вас на экране. Одесса моего сайта. Все мои три канала. Все. Есть полезные ссылки. И все мои контакты всегда в описании к ролику. Подписывайтесь. Смотрите, что вам интересно. Какие ролики. Ставьте лайк, если ролик этот понравился вам. Кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. И поделитесь им со всеми, кто алчатый жаждет евангельской, христовой правды. Делитесь им на ютубе. Либо на ваших социальных сетях. Я вас всех нежно целую, крепко обнимаю. Прощаюсь до следующего ролика. И помните, как Господь говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, Иисус Христос. И не делайте того, что я говорю вам. А я говорю вам, любите врагов ваших, друг друга и всех. И любящих вас, и ненавидящих, и проклинающих, и неблагодарных, и добрых, и злых. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, сшедший во плоти.